С новостями культуры в студии телеканала 24КЗ Светлана Фортуна. Здравствуйте! В ближайшие пять минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. Музей современного искусства города Астаны готовится к закрытию. Богатейший фонд, собранный за 35 лет работы, передается в фонд заново сформированной галереей Астана. А в эти дни в стенах музея проходит прощальная экспозиция под названием «Про-арт Астана». Сегодня в Музее современного искусства представлена экспозиция, состоящая из 58 живописных полотен, нескольких графических работ и скульптур. Созданы эти произведения руками 27 художников самых разных поколений. В искусстве много жанров. Есть и живопис, графика, прикладное искусство, скульптура, монументальное искусство. Все собрать в едином зале это почти невозможно, но тем не менее она такая сборная немного получилась. Хотя скульптуры маловат, графики маловат. В основном живопис здесь присутствует. Она сейчас стала, можно сказать, самое модное в поле течения. А я думаю, почему самое модное, потому что все любят цвет, краску и все взялись. На выставке не прослеживается определенной тематики. Художники творили, руководствуясь лишь вдохновением. Работы каждого автора легко узнаваемые, ведь в них чувствуется стиль и характер каждого. Восточный колорит на полотнах Асхата Деникеева сменяется невероятно яркими арт-терапевтическими картинами Бактебека Толкомбаева. Монументальная живопись Ерлана Айтуарова стоит в одном ряду с полными светотворениями Камиля Мулашева. Представлены в экспозиции полотна молодых художников. Среди них Алтеншаш Алпызбаева, Марина Андранюк, Фарида Камуратова и многие другие. Здесь затронуты очень разные темы, потому что художники обращаются к разным тематикам, как, допустим, бытовые, жанровые, может быть, национальные какие-то. Ну и также, конечно, есть такие космические, как у Толкомбаева, какие-то необычные композиции. Выставка про арт Астана расположилась в двух крупных залах Музея современного искусства города Астаны. Оценить работы казахстанских авторов жители и гости столицы смогут до 10 сентября текущего года. Музей работает ежедневно с 10 до 18.00. Выходной день – понедельник. О самых важных новостях в мире культуры и искусства за рубежом вы узнаете из нашей рубрики «Дайджест событий». В арт-галерее Тейт Бриттон действует первая выставка британского народного искусства. Жанр «народное искусство» редко рассматривают в контексте истории искусства, а чаще в качестве части социальной истории или фольклористики. Данная экспозиция исследует порог между высоким искусством и предметом материальной культуры. В нее вошли почти 200 картин, скульптур, текстиля и других предметов из коллекции по всей стране. Деревенские кожаные кувшины Тоби, большая соломенная фигура короля Альфреда, созданная кровельщиком Джессом Мейкоком в 1960 году, морская вышивка рыбака Джона Краска, необычная подушка для иголок, шитая раненым солдатом во время Крымской войны. В основном эти предметы созданы художниками и мастерами-самоучками. Пропитанные народными традициями и идеями, они отражают жизнь простых людей и позволяют нам по-новому взглянуть на народное искусство. Среди наиболее любопытных экспонатов следует назвать необычную фигурку петуха, сделанную из бараньих костей французскими военнопленными в период наполеоновских войн. Есть здесь и образцы мистических жертвоприношений, и подвешенные бутылки с прозрачной жидкостью. Хотя чаще всего народное искусство Британии является анонимным, Эта выставка также представляет произведения ряда известных личностей Портнова Джорджа Смарта, вышивальщица Мэри Линвуд и художника Альфреда Уоллиса. Выставку британского народного искусства можно посетить до конца текущего месяца. Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это были новости культуры. Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok